Глава шестая. Призрак ядерного терроризма. Однако существует еще одна потенциальная опасность, перед которой все вышеупомянутое отступает в тень. Экспансия воинствующего ислама, его все возрастающая способность запугать Запад и причинить ему серьезный ущерб, неизмеримо возросли бы, если бы Исламской Республике Иран или воинственному суннитскому движению удалось завладеть химическим, биологическим и даже ядерным оружием. Между тем, через 3-5 лет, и это в лучшем случае, Иран будет иметь в своем распоряжении все, что требуется для самостоятельного производства ядерного оружия. Спустя именно такой срок Исламской Республики Иран уже не нужно будет импортировать для этой цели материалы и технологии из-за рубежа. У Ирана имеются два ядерных реактора. Первый из них в Бушере был поставлен ему Западной Германией еще при Шахе. В 1979 году, после того, как власть захватил Аятала Хумейни, работы на Бушерском реакторе были прекращены. На тот момент строительство реактора было завершено на 85%, а работы по установке специального электрооборудования примерно на 65%. Во время войны между Ираком и Ираном Саддам Хусейн приказал бомбить Бушерский реактор, что, конечно, не помешало Саддаму осудить израильский налет на его ядерный реактор в Азираке. После прекращения Ирако-Иранской войны в 1992 году, Иран подписал с постперестроечной России соглашение о его восстановлении. Соглашение предусматривало, что русские поставят Ирану два реактора мощностью в 440 мегаватт каждый. В начале 1995 года была достигнута договоренность, что еще два реактора, которые первоначально предполагалось строить на севере Ирана, тоже будут перенесены в Бушер. Первый этап строительства и установки электрооборудования предусматривалось завершить за 3-4 года. Второй проект осуществляется в Даркубине, на севере Ирана. Еще при шахском режиме Иран подписал с Францией контракт на строительство там двух реакторов, но работы по их сооружению тоже были приостановлены в связи с войной с Ираком. В 1993 году Иран заключил соглашение с Китаем о поставке в Даркубин двух реакторов мощностью 300 мегаватт каждый. США пытались воспрепятствовать этой сделке, но это им не удалось. Вдобавок у Ирана имеются собственные урановые месторождения, и в Сигханде строится завод по переработке урановой руды, который вступит в строй через 3-5 лет. В довершение всего ядерные исследования ведут два иранских института. Главный из них в Исфагане под видом гражданского научно-исследовательского проекта разрабатывает технику обогащения урановой руды. Из этого следует, что в скором времени Иран будет располагать сырьем, заводами и техническим ноу-хау для производства собственных ядерных бомб. Самое большее через 5-7 лет Иран сможет самостоятельно собирать такое оружие. Неизвестно, можно ли будет удержать Иран от использования своего ядерного арсенала, как в течение четырех с лишним десятилетий удавалось удерживать от этого Советский Союз, или все-таки наступит день, когда он не остановится перед тем, чтобы погрузить мир в ядерный кошмар. Как бы то ни было, важно понять, что «исламская бомба» в руках Ирана немедленно изменит равновесие сил на Ближнем Востоке. Фактически это уже будет «новый Ближний Восток» в кавычках. Если «исламская республика» будет располагать ядерным оружием, это приведет к усилению радикализма политических сил на Ближнем Востоке. Обладание ядерным оружием будет рассматриваться как величайшее из средств нажима на Запад, еще более могущественное, чем в свое время нефтяное оружие, и, как указание свыше, что Аллах не оставляет правоверных своим покровительствам. Такие государства, как Алжир, которые стоят на грани исламской революции, внезапно столкнутся с усилением влияния на своей территории мусульман-фанатиков, а под воздействием смертоносной радиации, исходящей от вооруженного ядерным оружием воинствующего ислама, мирные договоры, подписанные Израилем, могут подвергнуться серьезному испытанию. Стоит только припомнить, как король Хусейн, который с 70-го года был стойким приверженцем мира с Израилем, в 91-м оказался вынужден примкнуть к Саддаму Хусейну, когда в результате вторжения Ирака в Кувейт престиж последнего вырос как никогда. Власть имеет свою собственную логику, и качественное усиление исламского радикализма привлекло бы к нему миллионы новых приверженцев повсюду в мире и обеспечило бы новую политическую поддержку на Ближнем Востоке и за его пределами, поддержку, рожденную как восторгом, так и страхом. Как может Иран использовать свое ядерное оружие, когда он таковое получит? Естественно, он может угрожать Западу или кому-то из своих соседей, как это, несомненно, сделал бы Саддам Хусейн, если бы к моменту его вторжения в Кувейт его ядерные программы были завершены. Если бы в то время в распоряжении Саддама Хусейна имелись атомные бомбы, войны в Персидском заливе, вероятно, не случилось бы. Он смог бы ясно дать понять, что готов нанести по войскам союзников ядерный удар или пригрозить разрушить нефтеналивные базы в Персидском заливе или же сбросить бомбы на Армузский залив, что вызвало бы катастрофу, в результате которой морские пути оказались бы практически закрыты для мировой нефти. Не остановился же он перед тем, чтобы вылить миллиарды баррелей нефти в Персидский залив в качестве предупреждения союзникам, изобретя тем самым новую форму экологического терроризма. Если у Ирана появится ядерное оружие, а это вполне может случиться в ближайшие годы, все альтернативы будут доступны ему во время будущей конфронтации как со странами Запада, так и с другими странами. Ему не надо будет прямо угрожать Соединенным Штатам и Западу, рискуя навлечь на себя ужасный ответный удар. Вместо этого он мог бы косвенно запугивать их ядерным холокостом, избегая прямой ассоциации с этой угрозой и подставив любую из нескольких контролируемых им подпольных исламских террористических группировок. Такая группировка могла бы появиться где угодно среди множества существующих на Западе «луж» в кавычках воинствующего ислама. Она могла бы огласить замаскированный ультиматум. Если требования, исходящие от Ирана, не будут выполнены, расплата будет ужасной. Не исключено, что у Ирана может возникнуть искушение применить ядерное оружие против Израиля или кого-то из соседних арабских государств, а затем, чтобы обезопасить себя от реакции Запада, пригрозить активизировать своих заранее вооруженных боевиков в западных странах. Наличие подобных группировок избавляет от необходимости иметь мощные ВВС или межконтинентальные ракеты для доставки исламского ядерного «полезного груза» в кавычках. Они сами будут служить системами доставки. По наихудшему из таких сценариев последствием будет взрыв не автомобиля, начиненного взрывчаткой, а ядерной бомбы в подвале Всемирного торгового центра. Кому-то это покажется невероятным, невозможным. К несчастью, это вполне возможно. Ни один человек, знакомый с фанатизмом активистов воинствующего ислама и осведомленный об их непрестанно возрастающей технической оснащенности, не станет исключать такой возможности. Эта опасность постоянно усиливается. Сегодня террористические группировки уже в состоянии пустить в ход химическое оружие самого смертоносного вида из всех, что известны человечеству. А если какой-то террористический режим возьмется вооружить их, то в их распоряжении может оказаться еще более страшное оружие. Не нужно быть экспертом в области международного терроризма, чтобы понять, что подъем исламского терроризма качественно отличается от терроризма, с которым Западу приходилось иметь дело до сих пор. Он рождается из высшей степени иррационального культурного источника, воинствующего ислама, который радикально отличается от другой антизападной воинственной доктрины – коммунизма. В некоторых отношениях между этими идеологиями есть удивительное сходство. Обе стремятся к мировому господству, чтобы поставить его себе на службу. Обе имеют миллионы сторонников, готовых выполнять их приказы. Центром для обеих является родная страна, откуда организуется их распространение по всему миру. Однако на этом сходство между ними заканчивается. Ибо, хотя коммунисты и проповедовали иррациональную доктрину, тем не менее следовали они ей вполне рационально. Ни Сталину, ни Брежневу никогда не приходило в голову поставить идеологию выше потребности выжить. Вот почему коммунисты с течением времени признали необходимость сосуществования. Когда пришлось выбирать между гибелью в ходе обмена ядерными ударами и идеологическим компромиссом, можно было с уверенностью рассчитывать, что они предпочтут последнее. Отличие же воинствующего ислама заключается в том, что он, видимо, поставил себе иррациональную цель и преследует эту цель иррационально. Эта иррациональность проявляется в легкости, с которой воинствующие мусульмане изменяют порядок приоритетов, ставя идеологическое рвение выше самой жизни. Все учащающиеся использования исламскими террористами Хизбаллы и Хамаса взрывов бомб, осуществляемых террористами-смертниками, заставляют думать, что, по крайней мере, некоторые из людей, участвующих в этих взрывах, не колеблясь идут на смерть во имя своей идеологии. Феномен, с которым столкнулись американцы во время Второй мировой войны, когда появились японские камикадзе. Эта патология, другого слова я не нахожу, проявлялась и в ликовании, с которым матери приносили жизни своих сыновей на алтарь своей религии и в ритуальном причащении иранских солдат кровью во время войны между Ираком и Ираном. Поэтому не следует закрывать глаза на то, что в недалеком будущем воинственно настроенные государства Ближнего Востока могут стать обладателями ядерного оружия. Большинство сегодняшних политических руководителей едва ли отдают себе отчет в том, что мир стоит на краю пропасти. Ибо, оценивая потенциальную опасность исламского фундаментализма, обычно сбрасывают со счетов пронизывающую исламский фундаментализм и рациональность, его одержимость ненавистью к Западу. Однако руководителям Запада следует учитывать, что эта ирациональность может побудить руководителей Ирана «поиграть» с идеей террористического шантажа в невообразимых масштабах. Если Иран обзаведется ядерным оружием, кто сможет поручиться, что вместо того, чтобы осознать ответственность, он не встанет на путь еще большего авантюризма и иррациональности? Не исключено, что такой режим, впутавшись в международный конфликт или раздираемый внутренними разногласиями, станет угрожать ядерным оружием США, Англии или Франции. Если это произойдет, не исключено, что характер международного терроризма изменится коренным образом, и заложниками террористов станут не отдельные граждане, не отдельные здания, а целые города. Чтобы понять, почему это не доходит до сознания политических руководителей Запада, надо оглянуться назад, на то, что происходило в мире 60 лет назад, вспомнить другую человеконенавистническую идеологию, которая тоже начинала с проявлений местного характера, но уже через пару лет стала силой, с которой пришлось считаться всему земному шару. Нацизм, подобный исламскому фундаментализму, вначале имел мишенью евреев и другие местные нацменьшинства, но вскоре его идеология охватила Европу и весь мир, как лесной пожар. Западные страны лишь в самую последнюю минуту осознали опасность, которую она представляет для цивилизации. Но подумайте, что произошло бы, если бы стремление Гитлера обзавестись ядерным потенциалом увенчало с успехом. Когда фашистские ученые создали ракету Фау-2, он без зазрения совести обрушил эти ракеты с их смертоносным грузом на центр Лондона. Нас бросает в дрожь одна только мысль о том, каковы были бы последствия для всего мира, если бы безумные идеи Гитлера были подкреплены еще и ядерным оружием. Тогда нашей цивилизации и нашей культуре пришел бы конец. Сегодня, второй раз в современной истории, мы стоим лицом к лицу с возможностью того, что носители иррациональной идеологии могут получить в свое распоряжение оружие массового уничтожения. Большего ужаса представить себе невозможно. Именно потому, что самая страшная опасность ядерного оружия заключается в том, что те, кто его развертывают, не в состоянии трезво просчитать, сопоставима ли их выгода с той ужасной ценой, которую придется заплатить. Если в распоряжении Ирана и его воинственных ставленников на Ближнем Востоке, в Европе или США окажется атомная бомба, мы можем подвергнуться террору и шантажу, по сравнению с которым то, что произошло в Оклахома-Сити, покажется детской игрушкой. Это очень серьезная опасность, однако до сих пор не принимается никаких мер, чтобы ее предотвратить. Демократии потеряли много времени, час близок, дольше ждать нельзя.